Пионы можно сажать весной или осенью. Эти цветы пользуются спросом у садоводов. Пионы выглядят эффектно и ярко, вписываются в любой ландшафт. Но сажать пионы на приусадебном участке нужно по определенному алгоритму. И стоит учитывать благоприятные дни для посадки по лунному календарю. В каком случае пионы лучше сажать весной, а когда лучше осенью. Вообще сажать пионы лучше осенью, когда растения нарастили достаточное количество корней. Тогда у них наступает период покоя, и цветы проще переносят процедуру. Весной, наоборот, культуры развивают зеленую массу. В процессе посадки можно легко обломать стебли, что ухудшит приживаемость растения. Если саженец вы получили зимой или в начале весны, то до осени держать его не стоит. Лучше высадить растения раньше, сразу после схода снега. Также сажать весной и летом рекомендуют древовидные разновидности пионов с закрытой корневой системой. Как выбрать подходящий день для посадки. Сажать пионы весной желательно во время активного роста корней, который происходит в апреле, мая. Можно провести мероприятие в марте, сразу после сходя снега. Но важно учитывать фазу луны, чтобы растения легче перенесли процедуру. Так, сажать пионы лучше на растущую луну. В это время они быстро приживаются, и начинают наращивать корни. На убывающую луну посадка нежелательна, так как растения плохо развиваются в это время. Внимание. Категорически запрещено сажать цветы в новолуние и полнолуние. Периоды критичны для растений, и тревожить их нельзя. Когда сажать пионы весной в 2021 году по лунному календарю, благоприятное время весной 2021 года в каждом месяце есть несколько благоприятных дней по лунному календарю, в которые стоит сажать пионы. Тогда они легко адаптируются на новом месте, и начнут быстро развиваться. Март в марте проводить посадку пионов стоит в такие дни, 7, 12, 15, 16. Апрель сажать цветы лучше 7, 11, 18 апреля. Май в мае для посадки пионов станут такие дни, 9, 15, 18. Когда сажать пионы весной в 2021 году по лунному календарю не стоит весной 2021 года есть несколько неблагоприятных дней, в которые сажать цветы на клумбу нельзя, 6, 21 марта, 5, 19 апреля, 5, 19 мая. Когда сажать пионы весной в зависимости от региона приступать к посадке пионов весной желательно незадолго после схода снега, когда земля уже оттаяла, но не слишком прогрелась. В южных регионах это время наступает в середине, конце марта. В центральных областях и на севере страны приступать к процедуре не следует раньше середины, конца апреля. Как правильно посадить пионы весной. Пошагово во время высадки пионов весной стоит придерживаться такой инструкции, с посадочной ямы убрать верхний слой грунта. Саженец установить по центру углубления и аккуратно распрямить его корни. Важно, чтобы отростки были направлены в стороны и вниз посадочной ямы. Добавляя почву порциями, засыпать пустоты. Важно, чтобы почки оказались на 3-5 сантиметров ниже поверхности грунта. Почву осторожно утрамбовать руками. Нельзя притаптывать грунт ногами, ведь можно сломать почки пионов. Вокруг куста сформировать поливочный круг, насыпав по диаметру холмик земли. В него влить воду комнатной температуры 5-10 литров. Можно добавить в жидкость стимуляторы роста корневин или эпин. 1 грамм на 1 литр. Препараты ускорят укоренение культуры. Если почва осела, то стоит добавить новую порцию. Поверхность клумбы мульчировать торфом или перегноем. Толщина слоя материалов должна достигать 10-15 сантиметров. Как правильно подготовить посадочную яму. Подготавливать посадочную яму для пиона нужно заранее, желательно еще с осени, но можно сделать ее и за 3-4 недели до мероприятия. Для начала нужно выбрать подходящее место. Следуя таким рекомендациям, сажать цветы следует на хорошо освещенное место. С южной или юго-западной стороны участка. Пионы приживутся и в полутени, но их цветение будет менее пышным, и продолжительным. Клумба должна быть защищена от сквозняков и резких порывов ветра, но с хорошим доступом к свежему воздуху. Расстояние между пионами и хозяйственными постройками должно достигать 100-150 сантиметров. Нельзя сажать цветы в низине, на заболоченных участках, и местах с близким залеганием грунтовых вод. Также нужно заранее позаботиться о дренаже, так как культура не переносит застоя влаги у корней. Пионы предпочитают легкую, плодородную суглинку с нейтральной или слабощелочной реакцией. Если на участке грунт слишком плотный, то стоит разбавить его торфом или песком. Подготавливать место под посадку нужно по такой инструкции, выкопать ему с глубиной в 80 сантиметрах и диаметром в 70 сантиметрах. На дно насыпать слой дренажа с толщиной в 10-15 сантиметрах. Для этого использовать битый кирпич или шифер, керамзит, мелкий щебень или крупнозернистый песок. Половину выкопанной земли тщательно смешать с компостом или перегноем, 10 литров, древесной залой, 300 граммов, и суперфосфатом, 100 граммов. Если почва кислая, то стоит добавить в нее гашеную известь, 150-200 год. Смесью заполнить посадочную яму. Присыпать оставшимся выкопанным грунтом, сформировав небольшой холмик. Подготовленное место можно прикрыть пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. Как подготовить саженцы пионов перед посадкой нужно осмотреть саженцы, и если есть признаки гнили или повреждений, то следует срезать поврежденные места. В процессе требуется использовать острый и стерилизованный инструмент. Корни понадобится вымочить в растворе фунгицеидомаксим или привикур на протяжении 20 минут. Цветок слегка подсушить, и присыпать место срезов измельченным активированным углем или древесной золой. Как посадить пионы весной, купленные в магазине в магазинах саженцы пионов продаются в контейнерах. И сажать их нужно методом перевалки, саженец достать из контейнера, стараясь не разрушать земляной ком. Сделать это будет проще, если за 12-15 часов. До мероприятия обильно полить саженец. Куст установить по центру посадочные ямы, и засыпать пустоты грунтом. Корневая шейка должна оказаться на том же уровне с землей, что и раньше. Сделав поливочный круг, влить под кустарник 5-10 литров воды. Поверхность клумбы мульчировать слоем перегноя или компоста, толщиной в 10-15 сантиметрах. Хитрости весенней посадки пионов, чтобы улучшить приживаемость пионов, стоит обработать их корни глиняной болтушкой. Для ее приготовления нужно развести в воде, 10 литров, таблетки гетероауксина, 2 штуки. И медный купорос, 50 граммов. Полученную жидкость смешать с таким количеством глины, чтобы масса приобрела консистенцию густой сметаны. В нее следует окунуть корни цветов, и подсушить их в темном прохладном месте на протяжении 24 часов. А затем высадить в грунт. Внимание. Если пионы высаживаются в мае, когда установилась теплая погода, то клумбу стоит первое время укрывать пленкой. Также можно установить над каждым кустом пластиковую бутылку. Объемом в 5-6 литрах. С обрезанным дном и без крышки. Такое укрытие поможет удержать влагу у корней, и предотвратит их перегрев. Как ухаживать за пионами посаженными весной уход за пионами после посадки состоит преимущественно из полива. И первые три дня орошать клумбу стоит ежедневно. Подо каждый куст нужно выливать 15-20 литров воды. В процессе вливать воду следует исключительно под корень, стараясь не попадать на листья и стебли. В дальнейшем поливать цветы нужно не чаще один раза в 10 дней, и только в случае их засушливой погоды. Важно. Для орошения клумбы нельзя использовать воду, взятую непосредственно из скважины или колодца. Иначе от воздействия холодной влаги растения станут уязвимы к грибковым заболеваниям. И воду стоит предварительно согреть на солнце до температуры 22-24 градуса. Если в посадочную яму были заложены удобрения, то подкармливать цветы не понадобится в течение одного-двух лет. Но лучше периодически опрыскивать кустарники раствором эпина или циркона, которые ускорят укоренение цветов. После каждого полива или дождевых осадков требуется взрыхлять поверхность клумбы. Иначе грунт уплотнится, что ухудшит аэрацию корней. Но взрыхлять почву необходимо осторожно, чтобы не повредить молодые растения. Зацветут ли пионы, посаженные весной в тот же год? Молодые травянистые пионы, возрастом в первого, второго года, не выпустят бутоны до следующего сезона. Взрослые экземпляры могут сформировать цветы. А древовидные разновидности культуры начнут формировать бутоны только через второго, третьего года после посадки. Стравка. Если куст сформирует бутоны, сразу их удалить. Тогда растение будет тратить силы на наращивание корней. И быстрее приживется на новом месте. Рядом с чем можно посадить пионы. Пионы отлично сочетаются с ирисами, колокольчиками, клематисами и маргаритками. Но лучше выбирать синие, голубые, желтые, белые или фиолетовые разновидности этих культур, чтобы создать эффектный контраст. Между культурами стоит соблюдать дистанцию, иначе они будут конкурировать за свет и влагу. Привлекательно пионы смотрятся на фоне хвойных кустарников, мужжевельника, туи и деревьев, ели, сосны. На каком расстоянии сажать пионы друг от друга, обычные пионы стоит высаживать на расстоянии один метр друг от друга. Дистанция между древовидными разновидностями растения должна достигать 1,5-2 м. Частые ошибки. Неопытные садоводы при посадке пионов часто совершают такие ошибки, выбор неподходящего места. Растение плохо приживается в тени, и не переносит заболоченные и слишком влажные участки. И на таких местах саженцы нередко погибают. Посадка без подготовки. Весной пионы плохо приживаются сами по себе. А подготовка саженцев и посадочные ямы, значительно повышает шанс укоренения растений. Сильное заглубление или оголение точки роста. Корневая шейка должна быть заглублена не больше и не меньше, чем на 3-4 сантиметра в почву. При чрезмерном заглублении растение будет наращивать листья в ущерб бутонам. А если почки расположить ближе к поверхности почвы, то они замерзнут при первом понижении температуры. Подкормка после посадки. Если внести удобрения под только что высаженные цветы, то препараты вызовут ожог корней. И подкармливать пионы можно не раньше, чем через 1-2 месяца. Делать это нужно только в случае, если удобрения не были добавлены в посадочную яму. Ответы на частые вопросы у садоводов нередко возникают такие вопросы, связанные с посадкой пиона, какие саженцы лучше выбирать. Легче приживаются 3-4-летние деленки, у которых присутствует не менее 3-5 почек, а длина корней достигает 20 сантиметров. Можно ли высаживать пионы вдоль забора? Можно, если этот участок хорошо освещен. Иначе растения будут плохо цвести. В какое время дня лучше высаживать пионы? Посадку цветов желательно проводить ранним утром или поздним вечером. И лучше выбрать для этого пасмурный день. Иначе растения будут страдать от яркого солнца, что негативно скажется на их укоренение. В заключение высадить пионы на приусадебном участке весной не так уж сложно, и с этим мероприятием справится даже начинающий садовод. Но для этого понадобится подобрать для растений подходящее место, и провести мероприятие в благоприятный день по лунному календарю.